5 реально важных и нужных моментов, которые реально и нужно, помогут вам затащить катку в сосоло. А если ты не игрок, ты на канале Дафидак. И поэтому мы сейчас по ним быстро пробежимся, акценты сделаем, разберём, поймём, и вы просто в каточку зайдёте, и уже будете знать, что делать, чтобы победить. И поэтому лайк, коммент, подписка, а мы бустим Лейлу жестко. Пристёгивайся и поехали. Так, тихо-тихо-тихо, что это здесь? Что? 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 А где пополнить Алмази Амбиусу, ты спрашиваешь? А я тебе сейчас подскажу. Game Shopper.ru официальный партнёр Mobile Legends, где ты сможешь легко и быстро пополнить Алмази Амбиуса. Пополнение присутствует как с карты, так и с Киви, так же во всех регионах и странах. Конечно же, там присутствуют всякие ништяки нового пополнятелям, и поэтому, если ты ни разу там не пополнял, то тебя ждёт скидка 5%. Ну а как ты давно знаешь, в новых скиносиках и тащится проще, поэтому ссылка в описании и в закреплённом комментарии. Тебя ожидает. И первое из пяти пунктов, как я его обозвал и написал, это играть на команду и играть в соло. То есть, нужно вам уметь знать и понимать, когда вы нужны команде, а когда вы, ну, пошли одна отсюда подальше. Ну, когда не нужны, короче. Для того, чтобы это просто правильно, грамотно реализовывать, когда ты играешь в соло, просто нужно знать, где вот собирается файт, да, где ваши пацаны соловские, и ребята, ну, реально, которые ничего не понимают, просто скомповались и решили какой-то сделать непонятный ганг или файт. То есть, ты играешь в лесу, да, вообще необоснованно, на голде почему-то какая-то движушка без тебя там начинается. Хотя ты самый главный корт-дамагер, да, и как бы все должны ждать тебя, чтобы это всё произошло. Но нет, ты там смотришь на карту, а там уже без тебя решается вопрос. В этом-то и заключается, самая главная проблема соло-игры, это нет никакой коммуникабельности. То есть, вы не играете, не разговариваете ни в микрофон, не переписываетесь, да, потому что, во-первых, не то время, во-вторых, просто зачем разговаривать, когда можно не разговаривать. Поэтому, соответственно, тебя никто не спрашивает, чё, кого, когда, и просто решают сами на своём энтузиазме что-то замутить. И ты в этот момент обязательно должен поддерживать эту движушку, потому что то, что с тобой никто не разговаривает и нету связи, это проблема не твоя, проблема соло-рейтинга. И единственное, как ты можешь адаптироваться под этот момент, это просто видеть, знать, просто понимать, когда чё назревает, и просто максимально быстро прийти и помочь в этом моменте. Поэтому, если ты видишь, что у тебя роумер, да, и боец стягивается на черепаху, ты, соответственно, туда идёшь. Если ты бьёшь бафа на голде, там какой-то замес происходит, бросаешь баф, идёшь помогать. Но если только в том случае, если прям, ну, у тебя реально прям нужен этот баф, то тогда добиваешься, тогда максимально быстро стягиваешь. За подозрить эти непонятные файты без тебя можно, конечно же, легко. Это, конечно же, пользоваться картой, да, смотреть, где кучка собирается, где чё находится. Например, на голде стоит голдер один, да, и к нему просто начинает идти, например, твой роумер. Соответственно, если АДК стоит один, то он никуда не будет лезть, там куда-то вылазить, начинать с кем-то фай, да, и как бы это всё понятно. Но если он не даун, конечно, если же даун, он умер соло один, то тут, кстати, тебе вообще никаких проблем нет. А если ты видишь, что твой роумер пошёл поддержать АДК, или, например, мидер с гэсмида стянулся и пошёл, например, на экспул, то это уже заявочка на то, что будет какой-то небольшой такой замесик. А если ты вовремя подловишь этот момент и присоединишься к этому замесику, то проценты на реализацию этого замесика, конечно же, сразу же возрастают ввысь. Что касается игры в соло, это, конечно же, когда нет никаких файтов, нет никаких гангов и просто небольшой застой, то обязательно продолжай фарм, чтобы, соответственно, поддерживать свой фарм. Но на одном фарме тоже далеко не уедешь, и постоянно нужно подсекать кого-нибудь в кустах. Но это, опять же, если ты играешь в лесу, если ты играешь, например, за роумера, то тебе нужно просто смотреть на карту, смотреть на счёты, посмотреть на фармы, у кого меньше фарм, туда идти и помогать. И кого больше прессует, туда идти и помогать, и всё. Это просто легко, это и понятно. Второе, это, опять же, фарм. Да, ну, о нём мы уже поговорили, что нужно постоянно фармить, постоянно поддерживать фармы, как бы стараться держаться на уровне с противником, а в идеале, конечно же, перефармливать. А дальше это ганг. Обязательно вообще в игре гангать своих людей, пацанов, друзей обязательно нужно, потому что ганг увеличивает ваш фарм, не только твой, но и всей твоей команды, галдера, экспера, мидера, да. И не нужно только лишь находиться в лесу, чтобы делать ганги. Ганги можно делать на роумере, ганги можно делать на мидере. И даже если вовремя скипнуть пак на экспе, можно спокойно с экспера тоже ганг замутить. Ну и также обязательные стяжки, где бы ты ни стоял на экспе, галдере, на меду в лесу, обязательные стяжки на все объекты, на черепахи, на пуш, на все остальное, на файта, все стяжки должны реализовываться, но в умеренном количестве. То есть, грубо говоря, если ты стоишь на голде на стрелке, да, файт происходит на экспе 4 в 3, то тебе, ну, не обязательно туда идти, лучше пофарми, и это будет полезнее. Ну и также, если ты устал играть в соло, и хочешь найти себе дуо, трио или фулку, обязательно заходи в мой телеграм-канал, ссылка в описании видоса, можешь зайти в чат, там тебя уже ждут. А просто напиши, хочу фулку пати, и все, найдешь карифанов, будешь поднимать и апать рейтинг. Ну и также там очень много новостей по скинам, по персонажей, все такое бельберде, поэтому так. Третий пункт я назвал пуш, но правильный. То есть, типа, как бы, да, пушить важно, пушить нужно, пушить-то залог победы, потому что спушенный трон это победа, а не то, что у тебя там какой счет, и не надо играть на киллы. Это все знают, это все понимают, но не все понимают, когда и где нужно пушить. То есть, грубо говоря, да, ваши напарники, напырники, постоянно стягиваются, все делают правильно, да, файтятся, вы побеждаете, у вас там крутой счет, 20-0, как бы, а все остальные остаются без киллов. Но они вам стягиваются, помогают, все делают правильно, но убиваешь только ты, то есть и на перефарме тоже только ты. Тем самым ты просто отсрачиваешь свой слив, то есть, да, ты сейчас играешь, ты побеждаешь, ты на перефарме, ты тащишь, как бы, да, но в конечном итоге, когда-то тебя убьют, подловят, поймают, ты заиграешься, и твоя команда, как бы, на уровне, или даже пониже фарма, чем их команда. И поэтому своим перефармом ты только отсрачиваешь свой слив. Поэтому, если такая тема происходит, ты постоянно на перефарме, да, у тебя много киллов, а твоя команда не убивает, напиши им в чатик, обязательно, пацаны, нужно пушить, не нужно постоянно там стягиваться, да, или фанатеть от этого, пожалуйста, пушьте, давайте продолжайте, как бы, пуш, это нам надо, нам надо пушить. Одновременно с этим, когда они будут пушить, они будут убивать крипов, да, фармить и подниматься в фарме, то есть, они не будут пропадать, проседать, и все будет вообще грамотно, классно, будут и пуш, и фарм, и все четко. Четвертый пункт, я назвал знания и понимания персонажей. Ну и одновременно с этими пониманиями персонажей, это, конечно же, микро и макроигра на всех этих персонажей. Чем больше ты знаешь персонажей, чем больше ты на них поиграешь, будешь знать их навыки, будешь знать, что эти навыки делают, какое кд, что от него ожидать, ты уже просто на драфте, начинаешь понимать, вот кого против кого пикнуть, как против кого играть, и это будет уже намного легче, ты уже знаешь, что ты вот здесь, вот там реализуешься, да, вон там, там, там ты сделаешь вот так, и все будет вообще классно и четко, И поэтому, почитай, посмотри на персонажа, поиграй в обычки, поиграй с компом, потыкай, по этого и посекай, ну, это реально нужно. Чем больше ты персонажей знаешь, тем лучше ты подготовлен к игре самой. То же самое и с предметами, то же самое и с допспеллами, да, то есть ты уже знаешь, что против кого собирать, где защита, где дома, где пробитие, где нужно пробитие, да, там, оп, там, они жирочек подсобрали, нужно пробитие, там, или то, или сё. Персонажи, предметы, допспеллы, пассивки, навыки, вот это вот всё тебе нужно изучить, понять или хотя бы просто прочитать, чтобы знать. Примерно, хотя бы, чуть-чуть, маленечко. Пятый пункт. Я называл умения и знания, как себя вести в дефе и в наступлении, то есть в атаке, то есть, ну, когда ты уже пушишь, когда ты уже заходишь в трон, то есть, вот это вот все моменты. То есть, по сути, игра просто разделена на два плана, либо ты дефаешься и потом просто камбэкаешь, либо ты наступаешь и уже до талава наступаешь и побеждаешь. И вот правильно, как себя вести в этих моментах, куда не выходить, где надо постоять, где нужно от дефа, где нужно куда-то залезть, куда стянуться. Вот в этом вот моменте тоже нужно знать, что делать. И это конкретная тема для, конечно же, отдельного видоса. И я там всё могу спокойно рассказать, объяснить, что какие ошибки очень частые, что делать нельзя, что делать нужно. Это я могу всё записать в отдельном видосе. А если это нужно, обязательно мне напиши об этом в комментариях и поставь лайкосик. И тогда видос выйдет в разы быстрее. Ну, а пока что на этом всё. Вроде бы, я думаю, достаточно инфы, как минимум, я сказал. Но самое главное правило при победе в соло, это, конечно же, не играть в соло. Нужна фулочка или трипла, дуа минимум. В дуа даже труднее. Ну и здесь я вас тоже не оставил одних и скинул ссылку в описании, в телеграм-канал, чтобы вы нашли себе друзей. Ставь лайкос, подписывайся на канал, у нас с вами был Даффи Дак и всем репорт, потому что, потому что, потому что. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok